Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 61-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать очень важный виджет. Это SEO. То есть это виджет для поисковых машин. Если вы смотрели мой бесплатный курс, я уже рассказывал о стандартных функциях SEO, которые входят в программу Adobe Muse. Но здесь виджет более расширенный. То есть смотрите, вы когда виджет перетаскиваете на холст, он как бы на сайте, вот именно этот виджет, он не будет виден. То есть он только для поисковых машин. И здесь у вас должно быть вот что прописано. То есть зачем он вообще нужен? За счет вот этого более детального виджета для SEO, за счет него ваш лендинг, возможно, будет лучше индексироваться, и среди конкурентов будет выше. Только за счет правильной подачи вот этого SEO-информации для вашего лендинга. То есть смотрите, тайтл, заголовок, description, описание. То есть вот это все, по сути, весь этот текст, который здесь вы пишете, он у вас должен фигурировать точно такой же прямо на сайте. То есть основной ваш ключевой текст. Вы его должны здесь как бы прописать. То есть ваш заголовок, ваши темы, вашего лендинга, описание, по поводу, какое должно быть описание, чуть позже поговорим. И keywords, ключевые слова, они пишут через запятую. Но их мы не пишем. Здесь будет по-английски написано, вы здесь все удаляете. То есть говорят, что на это поисковики уже не смотрят. Это заполнять не нужно. Изначально как вообще выглядит? Когда вы виджет установите, у вас будет папка, и у вас тут будет много элементов. Я вам рассказываю о самом важном элементе данного виджета. Здесь еще много чего есть. Twitter, SEO, Facebook. Например, видео. Можно залить на сайт и для него прописать вот эти SEO-настройки. Но я их считаю все незначительными, поэтому я о них рассказывать не буду. Я рассказываю именно вот об этом. Google Search. Google поиск. То есть вот это вы вытягиваете сюда. И вот как он выглядит изначально, когда вы его только загрузите. Вот здесь вот написано, не больше 50 символов, включая пробелы, заголовок. То есть не должен быть длиннее. Если вы будете прислушиваться вот к этим значениям, то это тоже хорошо скажется. Небольшой плюс, но будет. Очень длинный заголовок. Почему не нужно писать? Поисковик его обрезает и не показывает. Его видно не будет в выдаче. То есть в поисковике, когда ищут что-то по вашему запросу, вы много раз видели, да? Даже когда сами пользовались поиском. Идет заголовок, описание. И вот там есть ограничения. Здесь в описании именно. Не больше 150. Вот здесь вот указано. То есть что вы делаете? Вы просто удаляете поле, полностью все поля. И заполняете эти поля своими данными. Дальше автор. Значит, компания. Эмейл, язык. То есть я в своем виджете указал вот так. Значит, здесь автор Федор. Ну, здесь, например, школа. Или ваша компания. Здесь название. Эмейл, язык сайта. Выбирайте из списка свой. Дальше. Как часто роботу, поисковому роботу, посещать вашу страницу? Ну, смотрите, лендинг. Что такое лендинг? Вы его сделали, он и забыли. Информация там обновляется не часто, как правило. Поэтому здесь нужно выбрать 2 месяца. То есть раз в 2 месяца заходить роботу. Обманывать здесь не нужно. Если вы поставите, например, тут минимально можно поставить 7 дней. То есть 7 дней, 10 дней, 20 дней. 1 месяц, 2 месяца. Если вы как-то наполняете ваш лендинг, он периодически меняется. Может быть, даже вы каждый день его наполняете статьями. Я не знаю. Ну, придется поставить тогда 7 дней. Меньше не поставишь. Дальше. Очень важный параметр. Наверное, многим пригодится. Многие не захотят. Например, для каких-то, для частных каких-то компаний или для какого-то узкого сообщества. Людям не нужно, чтобы лендинг индексировался. Например. Тогда вот здесь вы можете это сделать. Выбрать последний параметр. NoIndex, NoFollow. То есть NoIndex для Яндекса. Это говорит о том, что параметр говорит Яндексу, роботу Яндекса не индексировать этот сайт. NoFollow – это для Гугла. Не индексировать сайт для Гугла. Ну и разные тут параметры есть. Индексировать для Яндекса, не индексировать для Гугла. Вот этот параметр. NoIndex для Яндекса запрет. NoFollow для Гугла добро. И вот Index Follow стоит по умолчанию. Это значит индексировать и Яндексу, и Гуглу. И остается тут еще параметра. Вот в этом параметре можно прописать ID Google+, вашего, то есть аккаунта, если у вас есть такой. Здесь какой-то тоже еще можно прописать ID. Я не знаю даже, что это такое. Какая-то публичная страница. Ну вот здесь вот, в принципе, у вас будет написано Google+, ID. И вот здесь вот Google Analytics. Но я сам не использую, если у вас возникнет вопрос, где взять этот Google Analytics, вот этот код, ID, да, идентификатор. То есть что такое Google Analytics? Это статистика, такая глубокая статистика. То есть кто заходит на ваш сайт, откуда заходит и так далее. Все сведения собирает бесплатный сервис от Google. Если вы там не зарегистрированы, то, конечно же, вам придется разбираться сначала в нем. Но если у вас Google есть, и вы не знаете, как ставить, например, Google Analytics ID, то есть если вы в это поле его прописываете, сразу же в панели Google Analytics в вашем аккаунте будет идти подсчет, кто заходит именно на этот лендинг. Вот у меня просто нету Google Analytics. Я пользуюсь другим сервисом. Я просто вам подсказываю, вы можете зайти в суппорт, поддержку Google. И вот здесь вот показано на скриншотах, куда зайти. И вот этот код, он тут скрыт. Вместе вот UA, и там ваши будут цифры. Это вот и есть идентификатор вашего будет аккаунта Google Analytics. То есть вот он адрес. Зайдете и посмотрите, где взять этот код. И потом его просто вот здесь вот пропишите в самом нижнем поле. Смотрите, если у вас много страниц в лендинг пейдж, вот такой элемент вы должны разместить по одной штуке на каждой странице. Соответственно, для каждой страницы вот эти значения, наверное, лучше поменять. То есть если вторая страница какая-то значимая, то есть не просто там форма обратной связи, а что-то там, ну прям целая страница с другой информацией, с другим текстом, то тогда часть текста вы копируете со второй страницы и меняете здесь обязательно и здесь. Не делайте так, чтобы вот этот виджет на каждой странице был одинаковый. Естественно, вот только вот эти данные, которые вы здесь прописали, автор, компания, вы их не меняете. И все внизу вот это все вы не меняете. Меняется только description и описание. Но только если у вас страница какая-то простая, там может быть просто форма или там страница с благодарностью, все равно продублируйте этот виджет там и здесь ничего не меняете. Оставьте все как есть. Вот такой вот виджет SEO. Честно говорю, я не знаю, насколько хорошо он работает. Я его сам только просмотрел, изучил. То есть я не знаю, насколько хорошо ли за счет него ваш сайт будет индексироваться, потому что на этом нужно много времени. На этом нужно месяцы. Анализировать нужно сайт и так далее. То есть как сайт себя вел в поисковых машинах до того, как я установил этот виджет. Понимаете, здесь много нюансов. Но я думаю, что этот виджет действительно должен показать какой-то результат. Если вы трепетно относитесь именно к бесплатному продвижению, чтобы максимально близко приблизиться к, так сказать, нормам поисковых алгоритмов, то я считаю вам этот виджет будет как нельзя кстати. На этом я заканчиваю этот видео урок и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok